МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их мечты, на мой взгляд, немножко надуманные, в том числе на фоне, между прочим, той ситуации, которая и сложилась в результате того обмана, который со стороны Запада был совершен на фоне стамбульских договоренностей. Им показалось, что наша добрая воля – это признак нашей слабости, а раз мы слабые, то, значит, мы вообще не готовы к борьбе. Нас надо давить, а с санкциями надавим, значит, там на поле боя каких-то успехов добьемся, ну и Россия пошатнется, дрогнет, испугается, побежит. К сожалению, здесь злую шутку с нами сыграли, конечно, в 90-е годы, потому что они видели это в 90-е годы, вот эту вот цепочку предательства, одно за другое, так сказать, да, глупость и какую-то прелесть гордыню Горбачева, так сказать, когда он, так сказать, решил, что он станет самым великим политиком, значит, современности, сдав собственную страну. Потом абсолютная, как бы вторичность, ну мягко так скажу, да, Ельцина, который был не способен на самом деле осознать национальные интересы. После этого целая череда проблем, связанных с экономическими реформами, вторичностью в политике и во всем остальном, распад Советского Союза, который случился, да, в 91-м году, все это их убедило в том, что, вот, мол, как бы, да, с нами так можно. Плюс ко всему, честно говоря, не устану повторять, может быть, кому-то не нравится, но тем не менее, когда мы их несколько десятков лет убеждали в том, что мы предсказуемые партнеры, что с нами можно иметь дело, что мы, так сказать, это те, с кем вам будет удобно, они в это поверили, с нами может быть удобно, мы предсказуемые, с нами можно иметь дело, а значит, они, то есть мы верим только в деньги, а те, кто верит в деньги, их ходы можно просчитать на сто шагов вперед, их можно вот так вот обвести, так сказать, вокруг пальца, а все остальное уже умерло. Но вот нынешняя ситуация показала, Россия не умерла и умирать не собирается. Наша глубинная, вот эта духовная корневая сила, она здесь. Вот то, чего они никогда не понимали и никогда и не поймут. Русские там, где правда. Русские это не про деньги, это не про кровь даже, это не про, так сказать, какие-то там корпоративные интересы. Это про правду, это про истину. Я думаю, что вот в эти, так сказать, годы, в эти дни это и проявляется. Да, есть внутренняя борьба, да, есть, так сказать, какой-то тоже такой, знаете, неуверенность. Иногда кажется, вот вперед, нет, назад. Смотрите, как Винни-Пух, так сказать, я вперед, нет, я лучше назад, нет, я лучше вперед. Это и есть, это инерция, так сказать, из прошлых лет. Но тем не менее, тем не менее, о каких-то там вопросах стратегического поражения России надо забыть. Вообще все наши стратегические поражения, к сожалению, происходили изнутри. Совершенно верно. Изнутри нас, поэтому это, собственно говоря, есть главная задача. Ну, сегодня это вручение верительных главных было интересным еще и тем, что Путин впервые общался с представителями очень многих недружественных государств. Не было возможности и случая, собственно, пообщаться. Ну, и поэтому было интересно, что же он скажет о наших недружественных странах. Давайте послушаем президента. В сегодняшней церемонии принимают участие послы Японии, Канады, Мальты, Албании, Новой Зеландии, Италии, Испании, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландов и Финляндии. Не открою секрета, если скажу, что двусторонние контакты между нашими странами сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам. Между тем, Россия всегда была и остаётся приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает. Тем более, что история отношений ваших стран с Россией имеет глубокие корни, наполнена примерами обоевыгодного партнёрства, взаимообогащающих культурных обменов, совместной работой по поиску решения острых международных и региональных проблем. Наталья Алексеевна, вы эти недружественные страны ведь знаете как облупленные. Ну, не как облупленные. Благоволите, принять. Потому что государства и войны меняются, а народы-то остаются. Всё равно рано или поздно наступает какое-то перенасыщение враждебностью. Если мы показываем силу, а вы правы, они понимают только силу, только. А любое такое вот славянское, кто старое помянет тому глаз, воспринимают только как слабость, тогда вынуждено потенциал агрессивности, который присутствует, экспансия, он немножко перенацеливается, ищет какие-то другие направления. Но сейчас я не думаю, чтобы в обозримый период, пока мы окончательно не победим, когда у нас когда-нибудь будет договор с тем, что остается от Украины, в котором четко будет прописано никакого НАТО, где будет наш контроль за Черноморским побережьем. Это может быть в разной форме совершенно, но он должен быть, этот контроль. Вот тогда, я думаю, там просто поймут окончательно, это понимание уже начинает проявляться, однако оно не проявилось ещё в тех принимающих решениях, кругах. Что пора, в общем, как-то возвращаться хотя бы к взаимодействию, не то что к добрососедству. Но вот я должна сказать, что вот эта элита, которая сегодня там, должна, конечно, смениться, потому что вот эти десятилетия, вот и Сергей Александрович говорил, воспиталось там уже целое поколение, которое, во-первых, ничего не боится, не знает, что такое война. Да, ну что, Анна Леннебергбек, она что, понимает, что такое война? Вот даже Трамп в его возрасте, он всё-таки понимает, хотя он сумасброд в каких-то других вещах, выражениях и так далее. Вот, поэтому думаю, что нам надо продолжать своё дело. Да, собака лает, а караван идёт, мы должны побеждать, и мы должны, конечно, крепить то, что их так изумляет. Это действительно, чем больше на русский народ, вообще на российский народ давит, тем каким-то образом вот эта оскорблённость, чувство вызывает. Ах так? А нам всё равно, понимаете, вот нам всё равно, мы в кипяток, мы в ледяную прорубь на спор пойдём, но мы вам не покажем нашей слабости. И последние слова Ивана Ильина, ещё Бог знает, когда написано. Запад понял, что под верхним размягчившимся и превратившимся в глину слоем, это интеллигенция и горбачёвская элита, это раньше, есть крепкое ядро, которое оказалось не растолочь и не размолоть, и которое притязает жить своей самостоятельной независимой жизнью. И почему это не ополчились? Так тут не крестом, так перстом надо остановить, тут надо забыть все политические, тут можно и турка взять в союзники и вручить ему знамя цивилизации, когда написано, замените вы турка на сначала чеченского террориста, потом на украинского бандеровцу, вот и получается так. Но ядро наше действительно не растолочь и не размолоть. Сколько выдержала память о войне накатов и даже какой-то эрозии небольшой. Вот наоборот, вот сейчас она опять восстанавливается, как некий птица-феникс, и становится таким вот смыслообразующим ядром нашего самосознания и самостояния. Да, что касается взвешенного взгляда на нас со стороны недружественных стран, это произойдет еще не скоро. И та элита, которая сейчас есть, она может смениться, но я подозреваю, на такую же. Да у них нет плана Б, они поэтому не знают. У них план Б заменить одну элиту, провалившуюся на такую же другую элиту, просто назвав ее немножко иначе. В последние дни панические просто заявления со стороны Запада, со стороны украинских политиков по поводу того, что происходит на фронтах специальной военной операции. Вот Юлиан Ребке, главный эксперт Бильта, сделал такой вывод из нашей Кураховской операции. Давайте послушаем. Российская армия взяла село Максимовка в ДНР. Поскольку у Украины не хватает резервов и второй линии обороны в этом районе, продвижение россиян остается на уровне около двух километров в сутки и создает угрозу еще одного котла. ВСУ, скорее всего, избежит этой угрозы путем еще одного масштабного отступления, примерно из 20 населенных пунктов от села Андреевка. А вот Соломия Бобровская, депутат Верховной Рады, заявляет, что вообще полный провал с мобилизацией. Начиная с сентября месяца мы просели в мобилизации. У нас она начала спадать после августа месяца в сравнении с показателями весны и лета, когда мы вышли на уровень выполнения плана. К сожалению, осенью все пошло на спад. До декабря мы не выполним план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен. С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года. А вот что говорит ветеран АТОР, руководитель военной, производитель военной техники Мартин Брест. Пора, наверное, начинать окапывать Киев, а не только Покровск. Окапывать все. Ну, потом, если что, закопаем. Нужно начинать готовиться к нормальным таким матерым боевым действиям. Ты понимаешь, что тогда начнется? Пофиг. Ну, начнется, и что дальше? Повоюют люди. О, боже, они собрались дать все до Киева. Ну и пусть воюют. Не нравится? Пусть уезжают. Вот такие настроения сейчас на Западе и в Киеве. Но на внутреннем украинском фронте много и других проблем, помимо тех, о которых мы уже поговорили. Вот директор одной киевской школы заявил, что среди учеников выпускных классов стало гораздо больше детей, которые не планируют поступать в украинские вузы. Не только мальчиков, но и девочек. В некоторых классах таких детей 90%. Условно, 27 из 30 уедут, скорее всего, навсегда. Это не тот случай, когда родители направляют своих детей в лучшие вузы для отличного образования. Нет, уходит куда угодно. Главное, не Украина. Молодежь бежит. Молодежь бежит, потому что Украина, это, очевидно, уже для всех. Мне приходится слушать украинских политологов, которые выступают и которые говорят, страна потерпела крах, демографическая катастрофа очевидна, экономическая катастрофа очевидна, абсолютный социальный распад. Сегодня Украина сотрясается чудовищными коррупционными скандалами, которые, как правило, заканчиваются тем, что какому-то чиновнику выдвигают пидозру, подозрения, и все, и он остается, так сказать, на свободе. А одновременно с этим на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон, в соответствии с которым, если у украинцев обнаружили дрова непонятного происхождения, то до семи лет лишения свободы. Да? Почему? А потому что понятно, что украинцы сейчас запасаются дровами в ожидании очень тяжелой зимы. Вот это все надо отрегулировать, посмотреть, и вот с этой коррупцией надо бороться. Нету смысла существования украинского государства. Для чего оно существовало? Вроде бы оно незалежное. Какое оно незалежное? Когда квази-президент Зеленский, выступая в Раде и презентуя свой так называемый план победы, говорит, в оплату мы отдадим наши залежи лития, урана, титана, и в оплату мы готовы стать цепными в сами НАТО, посылайте нас воевать дальше, куда хотите. То есть он открыто провозглашает, что хочет сделать свою страну колонии. Разговоры о том, что с 14 лет вообще-то можно брать в армию, потому что дети вполне могут управлять дронами. Сейчас такие разговоры ведутся. Но какая мать захочет своего 14-летнего ребенка отдавать для того, чтобы он убивал детей и других людей при помощи дронов? Поэтому совершенно очевидно, что молодежь в такой стране не видит никакого своего будущего. Наконец, их долго обманывали сказками о том, что а мы станем частью золотого миллиарда. Войдем в Европейский Союз, войдем в НАТО. Отказ пригласить в НАТО, это же ведь носит символический характер. Украинцам сказано, вы не такие, как мы. На роль цепного пса, да. Но у псу не место за столом с хозяевами. Значит, эта перспектива, эта мечта уничтожена. В чем смысл жизни Украины на сегодняшний день? Поэтому молодежь, конечно, оттуда хочет уехать. Да, бежит, бежит и прежде всего от мобилизации и бессмысленных смертей, которые сейчас преследуют украинскую молодежь. Ну что ж, Америка тем временем, как поется в песне, не спит с утра. Сегодня будут выбора после рекламы. Большая игра в прямом эфире. Уже несколько часов, как Америка голосует. Впрочем, голосовать она начала давно, поскольку досрочное голосование стартовало чуть ли не за месяц до официального дня выборов. Уже проголосовало 82 миллиона только до начала выборов. Вот я бы представил, если бы у нас проголосовало что-то. У нас, если 3% проголосовало вне участков, это уже внимательно рассматривается избирательная комиссия. На прошлый выбор 150 проголосовало. Ну, в следующий раз там было почти 100 миллионов, и это было во времена ковида. Сейчас вроде ковида нет, но тем не менее 45 миллионов проголосовали лично на избирательных участках, 37,7 миллионов проголосовали по почте. В прошлый раз по почте голосовали исключительно, мы помним, за демократическую партию. Сейчас ситуация изменилась, и это волнует демократов. Хотя опросы общественного мнения, ну, на самом деле идет война опросов общественного мнения. Кто-то ставит вперед Харрис, кто-то ставит вперед Трампа, кто-то считает, что это вообще не имеет никакого отношения, а реально будет так, как посчитают, а не как проголосуют. Вот платформа Polymarket, которая соединяет опросы самых разных служб, дает оценку, что все-таки Трамп должен оказаться впереди. Ну, это не количество голосов, конечно, которые он получит, а как бы шансы на победу Трампа, исходя из той предвыборной ситуации, которая существует в конкретных штатах. Ну, а на самом деле все решится в семи штатах, где иногда партии меняют место победителя на выборах. В остальных, собственно, в 43 штатах всегда выигрывает одна и та же партия. Но главная проблема для штаба Харрис, как сказала Джим Месси, на бывшей руководителе избирательной компании Барака Обама, заключается в том, что на сей раз избиратели Трампа пришли на досрочное голосование. Давайте послушаем. Какая сейчас главная проблема у штаба Харрис? Есть пара моментов. Результаты досрочного голосования немного пугают. Республиканцы поступили иначе, чем в прошлый раз. Тогда Трамп не призывал голосовать досрочно, и избиратели этого не сделали. У республиканцев действительно будет преимущество в количестве проголосовавших досрочно. Так что это будет выглядеть немного иначе, чем в 2020-м. И это пугает. Что ж, время американистов. Ну, как сказал Вячеслав Алексеевич, дело не в том, как проголосуют, а как посчитают. С моей точки зрения, ситуация применительно к победителю и проигравших выборов выглядит таким же образом. Дело не в том, кого провозгласят или кто провозгласит себя победителем, а в то, в какой степени проигравшая сторона признает свое поражение. В этом плане в Америке широко распространена точка зрения, как в 2020 году, кстати сказать, на следующий день, когда из Белого дома президент Трамп, тогда еще президент, заявил, что он победил на выборах. Сегодня по всей мести сценарии это повторится. Ну, а что касается демократов, то, возможно, за Харрис эту роль выполнят американские либеральные СМИ. Такие, как CNN, CBS, NBC, New York Times и ряд других, которые просто, поскольку они в интерактивном режиме публикуют вот эти прогнозы, они скажут, ну, по прогнозам, наш, ну, по прогнозам, кандидат демократов побеждает. И, в общем, здесь может создаваться вот такое ощущение, что наш победил. Надо вам сказать, что в Америке, ну, много сейчас комментариев, но мне понравился один комментарий аналитического центра, который говорил так. В настоящее время столкнулись две такие школы или два подхода. Смысл подхода состоит в том, ну, тром чую, печенкой чую, наш кандидат победит. Вот это распространяется и на республиканцев, и на кандидатов, и на демократов. И, собственно говоря, все вопросы общественного мнения, которые есть, они тоже, в общем-то, носят соответствующую роду окраску. Про демократические СМИ пророчат победу Харрис, а про республиканские СМИ или издания также уверенно называют Трампа. Что будет в результате, сказать сложно, но я бы так сказал, что вот еще одна очень понравившаяся мне карикатура выглядит следующим образом. 5 декабря, 5 ноября, день выборов, 6-7 до конца года, разборки. Вот я думаю, что мы обречены на вот эти разборки. При этом эти разборки санкционированы американским законодательством. По американскому законодательству, как и прошлого выбора 2020 года, до 11 декабря все претензии должны быть урегулированы. Вот до 11 декабря стороны и будут, собственно говоря, заниматься тем, что оспаривать результаты выборов в тех штатах или в тех избирательных руках, исход которых не устраивает, или таким же образом доказывать, что именно в этом штате или в этом округе они действительно одержали законную победу. Вот это то, к чему мы должны готовиться. Естественно, одна из центральных тем, это, конечно, тема фальсификации, которая просто уже зашкаливает, зашкаливает. Мы уже говорили о количестве голосовавших по почте и показывали, как в почтовой ящике многим избирателям, особенно в городе Вашингтон, там по нескольку избирательных бюллетеней забрасывали на разные имена, которые должны быть отправлены по почте. То есть, на самом деле, голосование по почте вообще никто никак не контролирует. Но не контролируется также и голосование на избирательных участках, потому что во многих штатах не спрашивают никаких документов для того, чтобы получить избирательный бюллетеней. А машина как реагирует? Вот Марко Рубио, сенатор штатов Флориды, тут возмущается. Давайте послушаем. Посмотрите, что творится в штате Мичиган. По нашим сведениям, и это не шутка, я удивлен, что об этом еще не говорят повсюду. Так вот, гражданин Китая зарегистрировался в качестве избирателя и проголосовал. С ним сейчас разбираются, но самое смешное, что его голос все равно будет засчитан. То есть бюллетень иностранцев в Мичигане будет засчитан, потому что они просто не знают, как его теперь найти и изъять. Таковы факты. Распространилось ли это еще дальше или нет, я не знаю. Но это случается, и за этим нужно пристально следить. Мы знаем также случаи, когда гражданин Канады проголосовал 87 раз в Калифорнии. Никто его, собственно, не остановил и не помешал это сделать. С другой стороны, выясняется, например, что у военных бюллетеней не хватает. Вдруг они кончились. Это же известно, что военные за Трампа голосуют в основном. И вдруг там для военных начали заканчиваться бюллетени. Ну вот такая история. Как вам выборы по-американски? Ну, Соединенные Штаты Америки постоянно всех поучают о том, что выборы проходят неправильно. Недавно мы слышали такую лекцию по поводу выборов, состоявшихся в Грузии. Сегодня мы видим о том, что Соединенные Штаты Америки успешно обладевают технологиями, но технологиями, связанными с фальсификацией выборов. Например, вот что такое не дать бюллетени там, где будут голосовать не за нашего кандидата. Эта же технология была опробована на выборах в Молдавии. Совершенно верно. Когда в России открыли всего два участка и дали всего 50 тысяч бюллетеней на 500 тысяч человек, а в Европе, пожалуйста, заходи с милой душой, любой гражданин, голосуй сколько хочешь. Сейчас эта технология, опробованная на выборах и на референдуме в Молдове, запущена в Соединенных Штатах Америки. В целом мы видим, что это, что называется, настоящий разгул демократии. Можно привести еще немало примеров. Когда идет спортивный матч, и тут же появляется бегущая строка. Трамп 48%, Харрис 52%. К чему это? Зачем? Потом принесли, конечно, извинения. Но нейролингвистическое программирование задействовано в полной мере. Демократический эстеблишмент страшно борется. Он очень боится уйти от власти. Он использует самые мерзкие способы для того, чтобы у этой власти остаться. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Ну, пока что американские средства массовой информации просто накручивают градус напряженности. Вот если посмотреть на заголовки американских ведущих газет, то мы увидим, что Wall Street Journal – финишная прямая напряженной гонки. New York Times – беспокойство и надежда в последний день голосования. New York Post – тайбрейк, прекращение ничьей. The Washington Post – историческая гонка до самого конца. The Houston Chronicle – событие исторического масштаба. Причем, что любопытно, самые авторитетные представители и одной, и другой стороны говорят, что в случае победы другой стороны – это будут последние выборы в Соединенных Штатах Америки. Об этом, например, говорит Илон Маск. Давайте его послушаем. Эти выборы – последний шанс сохранить демократию в Америке. Запомните мои слова. Они сами виновны во всем, в чем обвиняют Трампа. Если Трамп не победит, это будут последние реальные выборы в Америке. Если победит Марионетка Камала, они легализуют нелегалов в неопределившихся Штатах. Не будет никаких неопределившихся Штатов. Все выборы в дальнейшем будут гарантированно заканчиваться победой демократов. Ну, а у демократов самые популярные, наверное, женщины – это Опра Уинфри, телеведущая. И вот что она говорит. Нам нельзя пересидеть эти выборы. Если мы не придем на избирательные участки, то весьма вероятно, что у нас больше никогда не будет возможности голосовать. И позвольте мне выразиться предельно ясно. Если вы не сделаете так, что все значимые для вас люди проголосуют, то это будет ошибкой. Если вы решите ничего не решать, то таким образом вы позволите другим людям контролировать ваше будущее. Все мы знаем, против чего мы голосуем. Так что мне хотелось бы напомнить вам, за что мы голосуем. Мы голосуем за защиту Конституции Соединенных Штатов Америки. Так что вопрос будущего вообще страны решается. Будут ли вообще там когда-нибудь выборы, Наталья Алексеевна? Вообще в течение последних десяти лет уже очевидно совершенно весь мир наблюдает глубочайший кризис и провал так вот широко разрекламированных и навязанных всем как идеал американских демократических институтов и тем более выборных институтов. Как известно, в Америке выборы считаются признаком демократичности. Это прямые выборы. Там совсем не прямые выборы. Это все удивляются. Больше людей проголосовало, а победа отдается другому. Ну, связано это с тем, что это все-таки федерация была создана соединением в независимых штатах. И чтобы сохранить хоть какую-то значимость голоса малонаселенного штата, который бы потерялся при голосовании Калифорнии и Нью-Йорка, то вот сделано вот это вот институт выборщиков. Ну, все равно. Ну, не надо поучать других. Живите, как вы хотите, в конце концов, но не поучайте других. Будущее Соединенных Штатов, они сами его топчут. Вот еще даже 40 лет назад, 30 лет, 40 лет назад, когда я работала в Соединенных Штатах, время так быстро идет, мне кажется, что это было 15. Серьезно. Вот. Уже, наверное, никого не осталось, с кем я работаю. Я тогда уже чувствовала, что демократия очень своеобразная. Альтернативную точку зрения можно услышать в 2 часа ночи где-нибудь. В прайм-тайм никогда. Вот тогда вот арабо-израильский конфликт, вот все вот это Палестина, Интифада, все в одну дуду. Все вот. 450 каналов, все, все в одну дуду. То есть система обработки сознания там была такова, что по сравнению с ним надоевший нам советский агитпроб, который выключил и все, там, про эти, в житницу, это родина, столько-то центнеров там, это закрома засыпано. Вот. Это детский сад просто. Вот. И у меня уже тогда такой скепсис был, что... Что сейчас вас уже ничего не удивляет. Нет, меня ничего не удивляет, но будущее, если они сами перестают преподавать, увольняют преподавателей, которые не поддерживают прямо, значит, ЛГБТ, всю вот эту... Эту всю, это, кажется, фантасмагорическую просто вот насмешку над христианским обществом и христианской историей, то что их ждет дальше? Неграмотность и невежество обычного американца рядового уже тогда меня потрясало просто. Они на карте. Какую там Украину? Они будут искать ее в Австралии. Что американцев ждет, они знают. В всяком случае, везде готовятся к выборам, каким образом. Белый дом уже обнесли высоким забором. Харрис также свой дом тоже обнесла высоким забором, на всякий случай. Это вот дом Харрис, где она живет. Американцы активно заколачивают окна своих домов, а в городах заколачивают витрины. Вот этот город Портланд, штат Орегон. Это самый запад Соединенных Штатов Америки. А журнал «Нью-Йоркер», такой интеллектуальный нью-йоркский журнал, вышел со статьей сейчас передовой, которая называется «Американская...» Американцы готовятся ко второй гражданской. И вот, что там написано. Он сказал сражаться? Спросил меня Дрю Миллер 13 июля, недалеко от форпоста Fortitude Ranch, сети убежищ для выживальщиков, которые Миллер построил в ожидании цивилизационного коллапса. Только что пришла новость о покушении на Дональда Трампа. Согласно анализу данных ФЕМА, около 20 миллионов американцев активно готовятся к катаклизмам, примерно вдвое больше, чем в 2017 году. Одной из причин этого является призрак гражданской войны. Недавнее исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе, показало, что каждый третий взрослый житель США считает, что насилие обычно или всегда оправдано для достижения определенных политических целей. В Fortitude Ranch более тысячи членов всех политических убеждений, включая врачей, инженеров, работников ресторанов, пилотов и предпринимателей. «Я не какой-то там закренелый выживальщик», — говорит Джордж, отставной офицер ЦРУ. Но, как гласит старая поговорка, «когда на горизонте маячит беда, мудрый человек принимает меры предосторожности. Гражданская война определенно возможна». В мае миллиардер, основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates, Рэй Даллио, заявил, что вероятность начала гражданской войны в Америке составляет около 35%. В июне он повысил свою оценку до неуютных более чем 50%, предсказав экзистенциальную битву жестких правых против жестких левых, в которой вам придется выбрать сторону и сражаться за нее, либо не высовываться, либо бежать. Цель Миллера — открыть десятки ранчо по всей стране. Находиться там будет разрешено только оплатившим пребывание участникам. Сценарий гражданской войны. Насколько он вероятен? Ну, было бы неплохо, честно говоря. Это я так чисто лично от себя. Кстати, вот по поводу того, что республиканцы и демократы поднимают вот эти апокалиптические настроения, и одни и другие чисто технически говорят о том, что ни те, ни другие не уверены в победе. Всем нужна максимальная мобилизация электората. Просто явка нужна максимально своих привлечь, потому что никто не понимает, что будет на этих выборах, что будет дальше. Нужно больше всего на людей. Ну, что касается гражданской войны, ну, первое, если там тактически смотреть. Но вообще-то ни одна из сторон не сможет, на мой взгляд, вот просто так признать поражение. Это будет достаточно сложно. Для Трампа это вообще последняя игра в его жизни. Просто так, так сказать, ну, ладно, я признаю поражение, до свидания, я ухожу. Ну, для него это не выход. Он ничем не рискует, по большому счету, так сказать, да. И поэтому я думаю, что вообще по идее, если, конечно, с ним там уже обо всем не договорились, вот, по идее, как бы он должен бороться. В любом случае, если вдруг он проиграет. Что касается Харрис, то после всего того, что наговорили, всего того, что сделали, взять и тоже просто так вот поднять лапки кверху, они только что говорили, что это конец страны, да. Как они могут признать поражение? Они сами наговорили и наделали столько, что включить заднюю будет крайне сложно. Хотя в Америке все возможно. Поэтому какие-то события совершенно точно будут. Какие? Другой вопрос. Но я вот в долгую. Я не буду говорить, что гражданская война начнется после, так сказать, выборов. Маловероятно. Я думаю, столкновения могут быть, но маловероятно. Но в долгую, на мой взгляд, Америку ждет гражданская война. Во-первых, апокалиптические настроения в принципе очень, так сказать, распространены среди американцев. Во-вторых, например, скажем, проблема с миграцией. Чем больше мигрантов нелегальных, тем больше будет внутренняя напряженность, так сказать, да. А я думаю, что если демократы легализуют диаспоры, эти диаспоры общенациональную повестку дня поддерживать не смогут. Поэтому конфликт совершенно неизбежен. Вопрос только когда он будет. Ну что ж, кто будет следующим президентом? Я предполагаю, что по выборщикам Трамп, хотя большинство проголосует за Харрис. Я думаю, что ни Трамп, ни Харрис следующими президентами не будут. Вот это интересно. Какая прелесть, да? Мне кажется, что все-таки провозгласят Харрис. Провозгласят, это не значит, что она честно выясняет. Мне больше нравится Трамп, но у Харрис административные ресурсы, это сбрасывать со счетов не стоит. Ну что ж, я тоже Харрис нравится, очень нравится как президент Соединенных Штатов. Но боюсь, она может и проиграть. Ну, собственно, завтра уже все узнаем. Ну, а после рекламы о том, как выборы подтасовывают в Молдове и почему не могут признать выборы в Грузии. Большая игра на первом. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы. Победу одержала Мария Санду, прозападный кандидат. Причем победила достаточно интересно. Она победила исключительно за счет голосов, поданных якобы на избирательных участках в Западной Европе, которых были сотни и где проголосовали сотни тысяч якобы молдаван. При том, что внутри страны она выборы проиграла. Удивительная ситуация. Естественно, оппозиция будет оспаривать это в Конституционном суде. Ну, а вот что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, которые проживают в Российской Федерации. И мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать. Разумеется, это не могло не оказать влияние на результаты выборов, которые считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. И они были полны избирательных манипуляций. Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны. Потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе. Эти противоречия наверняка будут продолжаться. Вот такие выборы, Андрей Константинович. Я думаю, что для Санду это пиарова победа. Пиар они, конечно, будут использовать для того, чтобы сказать, что нет, нет, Путин не побеждает, мы бьемся, мы сражаемся. На самом деле весь мир увидел, что большинство населения Молдовы демонстративно отвергает выбор в пользу Евросоюза. Принимать такую страну в Евросоюз себе дороже, потому что они могут получить еще одну Венгрию и Словакию. Завтра там победят на выборах другие политические силы, что совершенно вероятно, да, и они получают страну, которая дружественно будет настроена к России, будет блокировать инициативу Евросоюза. Ну, я, кстати, хорошую могу предложить избирательную технологию для американских выборов. Поскольку на американских выборах совершенно не обязательно демонстрировать свои паспорта, могут быть молдавские гастарбайтеры вполне могут проголосовать на американских выборах за кого-нибудь и решить исход голосования. Почему бы и нет? Радислав Сикорский, министр наностранных дел Польши, тоже прокомментировал результаты выборов. Президент Грузии считает, что выборы были украдены. В Молдавии выиграли проевропейские силы, но в обеих странах мы имели общий знаменатель, гигантское российское вмешательство, подкупы, манипуляции, кибератаки, информационные атаки. То же самое уже начинает происходить у нас, в Польше. Тебе-то что ли? Где ты, так сказать, а где все остальные? Сикорский, ну сиди у себя в Польше и руководи своими этими делами. По поводу Молдавии, мне кажется, они просто не могли допустить второго, так сказать, такого провала, скажем, который они допустили в Грузии. Потому что, смотрите, три страны бывшего постсоветского пространства стремятся или стремились, так сказать, в НАТО и Евросоюз. То есть Молдавия, Украина, Грузия. В Грузии проблема возникла, причем, как им кажется, видимо, на пустом месте. Но на самом деле весь вопрос в войне, возможно, да? Украина в состоянии очень тяжелом. И если бы сейчас еще в Молдавии произошло, получилось, что из этих трех две выпадают, как бы, ну нет, невозможно никак. Поэтому они накидали на референдумы в Евросоюз. Это совершенно точно. Так сказать, да, я избирательные кампании не раз сопроводил. То же самое и там же накидали. Да, да, я могу сказать, что не бывает такого, чтобы вот весь-весь-весь день идет, 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 идет. Раз в последний час огромный взлет там, да, и вот там появились проценты. Такого не бывает технически невозможно. И здесь, я думаю, то же самое. Они поработали в этом же самом направлении. Но, что касается оппозиции, на мой взгляд, все-таки оппозиция недостаточно консолидировалась. Но надо тоже на эти вещи смотреть объективно. Там власть всегда работала на раскол оппозиции. К сожалению, достаточно удачно. Я думаю, что у них тоже что-то в этом деле получилось. Теперь вопрос в том, а готовы ли молдавская оппозиция активно отстаивать результаты выборов? Прошлые, значит, случаи показали, что нет, не готовы. Нет, не готовы. То есть они могут походить, поговорить, но по большому счету не готовы. Тем не менее, то, что за Стояногла проголосовало больше людей в Молдавии, то, что он победил в Молдавии, дает ему возможность для борьбы. И последнее, для тех молдаван, которые рады, например, победе Майю Санду, чему вы радуетесь? Вы стали на шаг ближе к войне. Вот что самое важное. Ну, Грузия, наоборот, сделала шаг от войны, что не понравилось заокеанским кукловодам. И вот опять в Грузии идут манифестации, протесты против результатов выборов за повторное голосование с флагами Евросоюза и с флагами Соединенных Штатов Америки. Насколько далеко Америка готова пойти в Грузию? Готовы ли они повторить майданный сценарий Киева? Я думаю, что в своем идеале Соединенные Штаты, в принципе, всегда готовы пойти достаточно далеко. И мы должны хорошо понимать одну основную идею, которая, в общем-то, была заложена еще в 90-е годы, о которых здесь говорили. Вот это вот развитие демократии. Демократия в том виде, в который ее внедряли Соединенные Штаты Америки по всему миру, это с позиции Америки, это идеальная форма смена режимов. Либо смена режимов, либо удержание у власти тех режимов, как мы говорили в Молдавии, которые были угодно Соединенным Штатам Америки. Учтите, что до этого, в годы холодной войны или в период конфронтации, смена режимов всегда предполагала военные интервенции, заговоры, какие-то внутренние беспорядки, которые, в общем-то, дестабилизировали ситуацию. А вот что касается вот этой демократической формы, обратите внимание на многие страны, как действительно Соединенные Штаты Америки стали именно внедрять форму целенаправленного смены или удержания необходимых их режимов. Папуашвили, спикер грузинского парламента, высказался о конституционной дилемме. Президент должен созвать парламент. Президент Грузии не собирается созвать парламент. Что делать? Давайте послушаем. Согласно конституции Грузии, парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации протокола ЦИК по итогам выборов. Приглашение президента в этом случае имеет формальный характер. Однако, если президент пойдет на саботаж и не созовет парламент, то парламентарии обязаны собраться самостоятельно. Другого объяснения не существует. Алексеевна, парламент пойдет против конституции. И, судя по всему, у грузинской мечты нет необходимого... У них нет ни акворума. Они не могут начать работу парламента, потому что у них не хватает акворума. И, мне кажется, оппозиция сейчас, с подачи, естественно, западных политтехнологов, она взяла стратегию именно не столько как вооруженным беспорядками не брать штурмом правительственные учреждения, а вот саботажем практически сделать невозможным, чтобы это продолжалось сколько-то, сколько-то. В это время проблемы страны не могут решаться, и они будут еще усугублять. Ну, не как перед нашей революцией, там хлебные запасы сожгут, чтобы не было. Но, во всяком случае, и привести к тому, что народ разочаруется, в конце концов, просто захочет кончить вот эту неопределенность, пусть кто угодно, но только чтобы заработали государственные механизмы. Вот такая у них стратегия. Но, когда предыдущий закон, помните, тоже выходили, парламент и правящая вот эта коалиция, грузинская мечта, она достаточно стойко и решительно выдержала это противостояние. Как сейчас будет? Вот здесь есть действительно конституционные препоны. Да, ситуация сейчас там непростая в Грузии, и я думаю, что Соединенные Штаты не сказали свое последнее слово. Не сказали. Мы же знаем, что технологии, на самом деле, везде одни и те же. Они же дети, а потом появляются снайперы. Кстати, мы помним, что на Украине появились грузинские снайперы, ну, теперь могут в Грузии появиться украинские снайперы, и все может принять очень неприятный оборот. Поэтому грузинский народ здесь, опять же, рискует, если он не хочет повторить то, что тот путь, который проделала Украина, а именно путь к войне, он должен придерживаться, конечно, конституционных рамок. Ну, а наше-то дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Сегодня день разведчика. Наше поздравление тем, кто является и глазами, и ушами, да и мозгом наших вооруженных сил. Разведчики всегда впереди, разведчики всегда рискуют, но без них никаких военных операций быть не может. Поэтому всех разведчиков, кстати, моих коллег по одной из военных специальностей, поздравляю от всей души и желаю боевых успехов и, конечно, удачи и только победы. Владимир Путин сегодня принял верительные грамоты у 28 послов иностранных государств и сделал целый ряд заявлений, касающиеся внешней политики нашего государства. В частности, он высказался и по отношениям с Украиной. Вот что сказал Путин. Что касается Украины, неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе, в самом начале этого конфликта, вела эти переговоры и даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне, а об этом заявили официальные лица Украины, этот договор отвергла. Взятые рядом западные государства, по сути, враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочно. Такие иллюзорные расчёты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единства, силу, духа и сплочённость российского народа. Мы передаём слово новостям, а Большая игра вернётся в 23.00. Не пропустите.